Сколько решений в целых числах имеет уравнение? x квадрат минус y квадрат это 2 в сотой степени. Или x квадрат минус y квадрат это p в сотой степени, где p простое число больше 2. Или x квадрат минус 9y квадрат равно миллиону. Ну, пункт А довольно прост. Если x минус y умножить на x плюс y это 2 в сотой, ну, давайте, пусть сначала это положительные множители, то они дают одинаковый остаток деления на 2. Поэтому это какая-то степень двойки, а это 2 в степени 100 минус k, причем k не может быть ни нулем, ни числом 100. Вот таких вариантов 99 штук. Естественно, каждый из них соответствует целым значениям x и y. И, значит, решение всего 2 умножить на 99, потому что здесь могли быть знаки минусы в обоих местах. Ровно так же решается задача для p в сотой. Смотрите, x минус y это p в n, ну, есть положительные сроки. x плюс y по из степени 100 минус n, но на этот раз n может равняться и числу 0, и числу 100. Значит, вариантов будет 2 умножить на 101. 2 это потому, что обе скобки могут быть на 31. Ну и пункт b. x квадрат минус 9 и y квадрат. Разлагаем на множители. И на этот раз, обозначая а и b, вот эти две скобки, мы получаем x это а плюс b пополам, y это b минус а пополам. Числа а и b должны быть оба четными. Потому что, если у нас, скажем, одно из них нечетное, то будет обязательно четное, то это будет нечетное число. А если а и b четные, то все хорошо, x будет число целое. Так, теперь интереснее разобраться вот здесь, 6. Но смотрите, а умножить на b это 10 в шестой степени. Значит, остаток 1 при делении на 3. А когда вы имеете два числа, произведение, которое дает остаток 1 при делении на 3, то это либо 1х1 по модулю 3, либо 2х2. В любом случае, b минус а будет делиться на 3. Значит, собственно, вот должно быть так. 2 умножить на цевое число, и здесь тоже 2 умножить на цевое число. В таком случае, а умножить на b это 2 в четвертую умножить на 5 в шестой, допустим, 4 сократили. И количество таких пар, это сколько делителей у числа, то есть 4 плюс 1, потому что а это какая-то степень двойки, от нулевой до четвертой, умноженная на какой-то степень пятерки, от нулевой до шестой. Ну и еще умножить на 2, потому что обе скобки могли быть отрицательными. 2 умножить на 4 плюс 1 умножить на 6 плюс 1, это 70. 70 вариантов. Субтитры создавал DimaTorzok